Не каждый 84 года может похвастать тем, что выучил своих внуков компьютерной грамотности. В наше время все происходит как раз наоборот. Это внуки учат дедушек и бабушек юзать гаджеты. Но не таков Михаил Поликарпыч из казахского Усть-Каменогорска. Он не только активный интернет-пользователь, но изобретатель-инноватор. У него на счету 10 патентов. Это вам не по клавиатуре стучать. Другого такого стильного деда в джинсах и рубашке вы точно не встретите. Так про 86-летнего восточно-казахстанца Михаила Булдакова с гордостью говорит его внук Стас. Причем Михаил Поликарпович от других своих ровесников отличается не только имиджем. Пять лет у меня было, он меня научил владеть компьютером. Да, отличается многим. Не у каждого деда сидит в интернете, общается. Это узнает много. Но нет таких, по-моему, больше. Современные технологии Михаил Поликарпович освоил почти играючи. Как только появились компьютеры, сразу же осознал, что они куда удобнее и перспективнее печатных машинок. А интернет для деда Михаила стал, по сути, заменой бумажным энциклопедиям. Энциклопедии все, все на свете, всякая информация, в том числе и справочная, в том числе и научная. Все стареет. Интернет, это, конечно, впитывает в себя все новое, что возможно. Михаил Поликарпович, имеющий 70-летний стаж работы, не желает отдыхать и сейчас. Вот на старости решил стать изобретателем. Время появилось, улыбается он. Просто пришла находка. Я сконструировал для себя полеволовитель, которым занимался еще в 60-е годы. И стало ясно, что надо оформлять изобретение. Так появилось первое изобретение. А потом, по мере того, как нарабатывалось новое, вошел во вкус. Но ненужными делами я не занимаюсь. Мне интересны только те проекты, которые принесут пользу людям, рассказывает изобретатель. Сейчас у Михаила Поликарповича уже больше 10 патентов, несколько авторских идей. Одно из самых ценных изобретений – аэродинамические ветро- и гидрогенераторы. Они могут сотни раз эффективнее использовать силу ветра по сравнению с уже существующими. И могут вырабатывать электричество не меньше, чем наши ГЭС, рассказывает ученый. Жить в чистой мире – мечта деда Михаила. Он даже готов с призывом обратиться ко всему человечеству, причем в стихах. То есть, между прочими заботами, Михаил Поликарпович успевает еще и писать стихи. Созал ты атомную грязь и порошишь просторы пыли. И льешь химическую вязь и заполняешь реки гнилью. О, гениальный человек, направь святое созидание на чистоту земли и рек. Уйми азарт, верни сознание. Это осознанное. Это не просто идея. Это просто, я считаю, раз могу, значит, я должен делать. Если мозг трудится, то он и телу покоя не дает. Это и есть секрет моего долголетия и прекрасного самочувствия, улыбается ветеран. В 14 лет Михаил стал главным мужиком на деревне. Старших забрали на фронт и самую тяжелую работу поручили подросткам. За год до окончания войны Михаила тоже забрали в армию, в авиацию. Он стал воздушным стрелком-радистом и прослужил 8 лет. Вернувшись, женился. Вера Максимовна до сих пор моя муза. Без нее ничего бы не вышло. С любовью рассказывает про жену Михаил Поликарпович. Вера Максимовна уже и свой кодекс поведения муз выработала. Еще бы. Вместе они, как-никак, 57 лет. Он сидит, занимается себе. Я его не трогаю. Я здесь поселилась сама себе. То смотрю, то еще что-то. Он занимается своим делом. Оно нужное, конечно, но не знаю, как это сможет он его привести к цели, к действию. Зато я знаю, что должен довести свои изобретения хотя бы до этапа производства, говорит дед Михаил. И сильно переживает. Вдруг не сможет или не успеет. Но сегодня уже есть повод радоваться. Чертежи первого экспериментального образца аэродинамического ветрогенератора Михаила Булдакова уже попали в руки изготовителя на завод. За какое время обещают вам сделать? Это зависит от нагрузки завода. Это все-таки не плановая работа. Но я думаю, что будет готова в июне. Ее, во-первых, можно сделать любого размера. По заказу, по желанию. И поставить где угодно. Единственное, о чем я жалею, что начал поздно, говорит ветеран. Я стал монтажником, дорос до начальника цеха, учреждения. И только после 49 лет получил высшее образование. Стал физиком-математиком. Поэтому трудно сказать, кто я по специальности. Поэтому я всегда говорю конюхом. Начинал конюхом. Но сейчас я нашел дело своей жизни. И надеюсь, что еще успею перевернуть мир. Делится изобретатель. Передача.